2 декабря 1971 года космический аппарат «Землян» совершил посадку на поверхность другой планеты. В тот день советский корабль приземлился на Марс. Сразу после посадки началась трансляция видеосигнала. Если бы была политическая воля в стране, планета Марс, наверное, была бы досягаема еще в середине 70-х. Корпорация «Энергия» занимается проектом Марса уже более 40 лет. И мы готовы к 2014 году послать к Марсу корабль, который будет летать, ну, сколько нужно, по орбите Марса. Яркую точку Марса можно увидеть на ночном небе даже невооруженным глазом. На протяжении всей своей истории человечество внимательно следило за звездным соседом. С годами у разных народов появились легенды и целые сказания о загадочной Красной планете. Древние греки называли Марс богом войны, китайцы – звездой огня, ацтеки – истребителем людей и разрушителем городов. Каждый вечер над южным горизонтом загорается величественно мощная красная звезда – зловещий Марс, который, по легендам разных народов, приносит на Землю одни несчастья. В середине прошлого столетия ученые мечтали о том дне, когда человек сможет высадиться на поверхность Марса. Возможность первыми пройтись вдоль легендарных марсианских каналов казалась тогда очень заманчивой. Сергей Павлович Королев, знаменитый ученый и конструктор, считал изучение Марса одной из самых главных задач космической программы СССР. По замыслу академика, освоение околоземного пространства было лишь подготовкой к экспедиции на загадочную Красную планету. 4 октября 1957 года золотыми буквами вписано в историю. В этот день Советский Союз осуществил запуск первого искусственного спутника с Земли. Он еще продолжал облет нашей планеты, когда словно ему в загонку был выведен на орбиту второй спутник. 10 и 14 октября 1960 года, спустя всего три года после запуска первого искусственного спутника Земли, для изучения Марса были запущены две советские автоматические межпланетные станции. Сергей Королев возлагал на них большие надежды. Но из-за аварии ракетоносителей ни одна из станций так и не достигла планеты. Мы работаем уже более 40 лет над этой программой. Первые проекты были в 60-м году. Потом мы не останавливали эти работы ни на один год. И совершенствовали аппарат до сих пор совершенствуем. По признанию специалистов всего мира, ракетоноситель «Молния-М» — одна из самых надежных в мире. Сейчас она используется для вывода искусственных спутников на околоземную орбиту. Однако мало кому известно, что она разрабатывалась для вывода межпланетных станций к Венере и Марсу. Работа над созданием ракеты началась еще в конце 50-х годов в ОКБ-1, которым руководил Сергей Королев. Этот человек, он считал, что в конце 60-х мы полетим на Луну, а в 70-е и 80-е мы полетим на Марс. Знаний о загадочной красной планете в 50-х годах прошлого века было еще крайне мало. Поколение Сергея Королева верило, что Марс обитаем, или, по крайней мере, был когда-то обитаем. Некоторые объекты на поверхности планеты для наблюдателей Земли выглядели так, словно были созданы разумными существами, например, знаменитый марсианский сфинкс. Ученые середины 20-го века всерьез рассуждали об искусственной природе этого образования. Высказывались самые смелые догадки. Возможно, это обращение к землянам, а может быть, гробницы или культовые сооружения. И только последняя фотосъемка марсианского сфинкса развеяла сомнения. Это не более чем обычный холм. Это всего-навсего структура, подвергшаяся выветриванию. На Земле вы можете найти много таких примеров. В Крыму, например, когда профиль похож на человеческое лицо, правда? Сергей Королев не успел осуществить свой план покорения Красной планеты. Академик умер в январе 1966 года. К этому моменту Советский Союз запустил в сторону Марса пять автоматических межпланетных станций. Но ни одна из них так и не смогла приблизиться к планете. Единственной удачей можно было назвать запуск в ноябре 1962 года советской автоматической станции «Марс-1». Ее полет продолжался 140 суток. Связь с космическим аппаратом продолжалась до расстояния в 106 миллионов километров. В то время мировой рекорд дальности радиосвязи. Однако и эта станция не достигла орбиты Марса. Она потеряла ориентацию в пространстве и сбилась с намеченного курса. Первый раунд битвы за Марс Россия проиграла. Это был проект лично Сергея Павловича Королева, который, к сожалению, не дожил до тех времен. Я думаю, что если бы он был, если бы была политическая воля в стране, планета Марс, наверное, была бы досягаема еще в середине 70-х. Я не говорю о посадке, я говорю об облете планеты. В то время, как советских ученых и конструкторов преследовали одни неудачи, американцы совершили самый настоящий прорыв в области исследования Марса. 14 июля 1965 года американский аппарат «Маринер-4» передал на Землю 21 фотографию поверхности Красной планеты. А через три года после смерти академика Королева с американского корабля «Маринер-7» были получены первые по-настоящему качественные фотографии планеты. Только тогда человечество навсегда рассталось с надеждой встретить на Марсе разумных существ. Представшая взором землян картина бескрайних пустынь и высоких гор мало соответствовала комфортным условиям для существования жизни. Однако специалисты получили уникальную возможность узнать многое из истории загадочной Красной планеты. Три с половиной миллиарда лет назад на Марсе шумели океаны и текли полноводные реки. Ученые не исключают, что в те времена наши планеты были чем-то похожи. Марсианские сутки почти соответствуют земному стандарту. Также меняются времена года. Однако из-за большей удаленности Красной планеты от Солнца марсианский климат более суровый, чем на Земле. Атмосфера у Марса очень разреженная и состоит из углекислого газа. То есть она в 160 раз менее плотная, чем у нас на Земле. Перепады температур очень резкие. В среднем это минус 60 градусов, но на полюсах это минус 138 градусов. А в течение суток температура меняется очень сильно. И положительные температуры, если и бывают в районе экватора, то очень недолго, в течение нескольких часов. 28 мая 1969 года, когда американские астронавты уже изучали лунную поверхность и фотографировались на фоне лунных кратеров, российские ученые начали разработку принципиально нового проекта. По своему размаху и уровню он должен был превзойти абсолютно все достижения американцев в области освоения космического пространства. Уровень засекреченности этих работ можно оценить по тому факту, что даже название программы до недавних пор являлось государственной таймой. Айлита — проект покорения планеты Марс. Дело не в том, что Марс является уникальной планетой для исследования происхождения жизни, Солнечной системы, Земли. А главное, это единственная планета, приспособленная для колонизации. Проект Айлита включал в себя строительство уникального космического корабля и создание экспериментальной базы для тренинга космонавтов. В Институте медико-биологических проблем был построен специальный объект, так называемый наземный экспериментальный комплекс, где практически полностью были смоделированы условия полета человека к Красной планете. Задачей ставилось не только оценить возможность создания искусственной среды обитания, оценки резервных возможностей человека, но и промоделировать всю ситуацию, за исключением невесомости, полета человека к Марсу. Одновременно с созданием экспериментального наземного комплекса началось строительство уникального космического корабля, который должен был достигнуть Марса и пробыть на его орбите 30 дней. За это время часть экипажа в составе трех человек с помощью спускаемого аппарата высаживалась на поверхность планеты и проводила исследовательскую работу, изучала грунт и состав атмосферы. Вторая часть экипажа, которая в это время находилась на орбите Марса в космическом корабле, обеспечивала связь с Землей и проводила фотосъемку поверхности. После окончания всех работ экипаж воссоединялся и возвращался на Землю. Весь полет должен был продлиться 630 суток. В то время у нас уже был, что называется, на стапелях верфи корабль не для околоземных полетов, а для дальних, что качественно отличается от всех, и тех, какие были, и нынешних орбитальных станций. Это марсианский объект, это совсем не то, что мы имеем здесь, около Земли. Успех полета космического корабля с экипажем на борту зависел в первую очередь от той информации, которая поступала на Землю с автоматических исследовательских зондов. Однако в этой области конструкторов преследовали одни неудачи. 27 ноября 1971 года советский аппарат «Марс-2» разбился о поверхность Красной планеты в земле «Эксанпа». Слабым утешением явилось известие о доставке на Марс вместе с аппаратом «Вымпела» с изображением герба СССР. Через несколько дней, 2 декабря 1971 года, спускаемый аппарат «Марс-3» совершил первую в истории человечества мягкую посадку на Марс. Это был огромный успех. Впервые с поверхности планеты началась передача видеосигнала. Но через 15 секунд связь с аппаратом, успешно приземлившимся на другую планету, оборвалась. Больше никаких сигналов от «Марса-3» не поступило. Несмотря на неудачи, работы в рамках проекта «Аэлита» не прекращались. Подготовка космонавтов не останавливалась ни на один день. Согласно требованиям проекта, экипаж марсианского экспедиционного комплекса должен был состоять из 6 человек. Однако в ходе подготовки выяснилось, что техника начала 70-х годов не позволяла на 100% гарантировать создание необходимых условий для жизни такого количества людей в столь длительном полёте. Если мы считаем, что с вами что-то случится, мы не имеем права ни морального, ни медицинского вас туда отправлять. Потому что мы должны вам гарантировать сохранность здоровья. Даже может получиться так, вы говорите, слушай, ну ничего, что я там буду после этого инвалидом, но я так хочу, вот это в конце концов моё здоровье, и, ну что вы меня удерживаете? Я готов, вот мне так это важно, так интересно, это смысл моей жизни, мы не имеем права. Есть медицинская этика. Технические сложности при подготовке космонавтов, а также серия неудачных запусков автоматических межпланетных станций привели к тому, что отношение руководителей советского правительства к идее марсианской экспедиции резко изменилось. С положительного на резко отрицательное. Специально созданная государственная комиссия проверила работу учёных и вынесла свой вердикт. Проект считать нецелесообразным и нерентабельным. В 1974 году, после четырёх экспериментальных пусков тяжёлого носителя марсианского экспедиционного комплекса, которые закончились авариями, было полностью прекращено финансирование всех испытаний, что в свою очередь привело к отказу от проекта «Элита». Но учёные не оставили мысли покорить Красную планету. Работы не сворачивались, но летала станция «Мир». На ней отрабатывали технологии марсианской экспедиции. Ну как это можно говорить о свёртывании? То есть это уже активные эксперименты для этой программы. И они не прерывались, и были очень активными. Просто об этом как-то мало говорилось. О полёте человека на Марс до сих пор мечтают специалисты всего мира. Стоимость современного проекта специалисты оценивают в сумму от 14 до 100 миллиардов долларов. Столь большой разброс в оценке проекта легко объясним. Первая цена – 14 миллиардов долларов. Это сумма, которая необходима российским учёным. 100 миллиардов – сумма, которую требует от правительства своей страны учёные США. И тут дело не в том, что труд отечественного исследователя оплачивается ниже, чем его западного коллеги. Просто в нашей стране уже существуют разработки, которые позволяют с минимальными затратами запустить пилотируемый корабль на Марс. Правда, есть одно «но». К запуску надо готовиться уже сейчас, иначе будет поздно. Биологически, я сказал, уходят из жизни те, кто имеет опыт, и кто понимает, что нужно делать, и может читать чертежи, и успевает передать молодёжи, а тогда начинать с ноля. А с ноля наши длительные полёты, ну, возьмём вот мой полёт, доказавший, и 15,5 месяцев от Гагарина 1961 года до 1994 – это 33 года. Вот что, 33 года ждать, чтобы возродить пилотируемую космонавтику. А сколько мы к ней шли до этого? 8 января 1994 года начался грандиозный эксперимент. Российский космонавт Валерий Поляков вместе с очередным космическим кораблём прибыл на борт орбитальной станции «Мир» с одной единственной целью – доказать саму возможность длительного полёта человека на Марс. Главным условием являлось требование к космонавту постоянно находиться в хорошей физической и психологической форме. Полёт Валерия Полякова продолжался 438 суток. Это абсолютный рекорд пребывания человека в космосе. После приземления космонавт чувствовал себя отлично и даже позволил себе выпить рюмку коньяка. Валерий, руки на грудь, расслабьтесь. Я понял, что летать можно сколь угодно долго. Основной девиз и принцип – насколько это возможно максимально не давать адаптироваться к невесомости. Ну и при полёте к Марсу, конечно, возникает проблема радиационной защиты. Космонавтов на орбите Земли оберегает сама планета. Атмосфера и магнитосфера обладают функцией защиты от радиации. Подобные же свойства отчасти выполняет и сам космический корабль. Но даже в условиях орбитальных полётов космонавты всё-таки облучаются. Вы видите перед собой человека, который получал в течение почти 15 месяцев по одному рентгену в месяц. Рентген так будет понятнее нашему зрителю. Ну, так рады, можно сказать. А так рентген. Слава Богу. Но если бы даже получал и больше, если бы только из-за этого даже прожил бы меньше, а уже, слава Богу, 10 лет, но это уже показывает потенциальные возможности и резервы человеческого организма. Наш институт работает, и мы понимаем, что нужно решить такие-то проблемы, такие-то, ну, например, предотвращение радиационной безопасности, деятельность человека при различных уровнях гравитации, там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И при этом вы меня можете спросить, а вы что, с нуля начинаете? Нет, мы не с нуля. Мы уже довольно много знаем. Очередная попытка доказать возможность многодневного автономного полета человека на Марс началась летом 1999 года. В Институте медико-биологических проблем поставили уникальный международный эксперимент. Он получил название «Сфинкс-99». В закрытом ангаре был создан аналог Международной космической станции. Воздух, продукты и вода были загружены на борт перед самым началом эксперимента. Вообще-то мир действительно замкнулся на этих стенах, и даже время здесь течет по-другому. Всем, наверное, кажется, что 8 месяцев — это очень длительный срок. А здесь он пролетает как один очень длинный день. Жизнь на борту станции практически по всем параметрам соответствовала настоящему космическому полету. Единственное отличие — это отсутствие невесомости. График работы, отдыха и сымитированные аварийные ситуации полностью совпадали с жизнью настоящих космонавтов во время полета. Не обошлось и без небольшого скандала. Канадская исследовательница Джудит Лапьер приняла попытку одного из российских коллег поцеловать ее за сексуальное домогательство, о чем публично поведала, едва оказалась вне стен корабля. Была новогодняя ночь, ну, один из членов экипажа решил поцеловать девушку. Вот. Ну, она обиделась. До сих пор, говорят, судится с канадским космическим агентством. По мнению Хайдера Хабихожина, во время полета на Марс экипаж космического корабля будет настолько загружен работой, что сил на флирт просто не останется. А в личном разговоре Хабихожин заметил — первый полет на Марс брать женщину вообще не стоит. Риск — это удел мужчин. И так думают многие космонавты. Я бы просто не включал женщин только потому, что она женщина. Это уже просто отношение к женщине как партнер по обитанию, нашего мужского отношения к женщине, где его слишком высокий и порой даже смертельный риск. В следующих полетах, если они будут продолжаться, вполне можно допустить одну семейную пару. Семейную пару, но профессионалов. Сенсационная речь президента США Джорджа Буша, произнесенная 16 января 2004 года, взволновала общественность всего мира. Он объявил о плане высадки человека на поверхность Марса уже в 2018 году. Столь смелый прогноз, несомненно, был сделан на основании разработок космического агентства НАСА. Все предпосылки к этому историческому шагу в США имеются. Буквально за неделю до знаменитого выступления на поверхность Красной планеты совершил успешную посадку именно американский марсоход «Спирит». Первый этап посадки — это вход в атмосферу планеты на высоте 125 километров. Затем после длительного падения на высоте около 12 километров раскрылся тормозной парашют. Пока ничего более эффективного земные инженеры придумать не смогли. Уже непосредственно возле поверхности планеты включились тормозные двигатели, которые погасили скорость аппарата. После включения тормозных двигателей должно было начаться самое интересное. Сработала уникальная система, позволяющая уберечь хрупкую аппаратуру марсохода во время посадки на поверхность планеты. Но, увы, принцип ее работы так и остался неизвестным для широкой общественности. Представители НАСА не показали, как она выглядит. Хотя для специалистов здесь нет никакой тайны. Дело в том, что американцы воспользовались разработкой российских ученых. Признаться в этом сотрудники НАСА посчитали ниже своего достоинства. Но, тем не менее, поблагодарили наших ученых. Правда, только в личной беседе. Слава! Передай там благодарность, что, значит, я очень беспокоился, что сработают эти аэрбэки, мешки или не сработают. Они блестяще сработали, значит, просто устное подтверждение. Но официально НАСА, конечно, никогда этого не подтверждает. Но мы можем со своей стороны всегда говорить, да, да, мы обменялись информацией. Эта информация помогла сделать то-то, то-то, то-то. Таинственные аэрбэки были разработаны нашими учеными для посадки советских луноходов на поверхность естественного спутника Земли. Это огромные шары, которые выступают в роли амортизаторов или подушек безопасности во время посадки. Зимой 2004 года именно они не дали разбиться американским марсоходам, которые совершили посадку на Марс. Видно, что американцы в последних своих миссиях на Марс использовали нашу идею, нашу идею посадки. Это посадки на надувные мешки, аэрбэки. Впервые эта технология была использована при посадке на Луну. НПО Лавочкина было сделано. Успешное завершение автоматических экспедиций позволило человечеству всерьез подойти к решению проблемы пилотируемого полета на Красную планету. Каждый из вероятных участников уже прикинул свои возможности. США первоначально решили, что в состоянии реализовать его в одиночку. Правда, при более глубоком анализе выяснилось, что это будет не только дорого, но и непрактично. Придется заново изобретать велосипед, теряя время и деньги. Американцам, например, придется проводить исследования на МКС по длительности пребывания человека в космосе, тогда как Россия приобрела такой опыт еще в 70-х, 80-х. Лучшая в мире ракета-носитель также сделана в нашей стране. Я считаю, что наши проекты уникальны в этом смысле. Мы часто общаемся с нашими коллегами, с американцами, на конгрессах обсуждаем эти вопросы. То есть, если очень точно отвечать на вопрос ваш, то проект полета человека на Марс вполне реален в ближайшее время. Все для этого есть. По мнению ученых, люди могут высадиться на поверхности Марса в течение ближайших 20 лет. Россия обладает техническими возможностями. Америка деньгами. Совместными усилиями две крупные космические державы могли бы отправить космонавтов на Красную планету. Но каждый из этих стран хочет стать первой. Сегодня созданы все условия. Рано или поздно человек оставит след на поверхности Марса. Кто он будет? Американец, китаец или россиянин? Время покажет. Субтитры создавал DimaTorzok